Наталья Комарова приняла участие в открытии нового здания Сургутской швейной фабрики. Это объект Сургутнефтегаза. Для главы региона провели экскурсию под предприятию, где производят спецодежду для нефтяников. Она спасает от холода и грязи. Здесь уже кипит работа, труется почти 300 сотрудников. Это закройщики швеи и инженеры. При пошиве одежды применяются новейшие технологии. Какие, расскажет Леана Киямова. Все, вот открылась раскладка на компьютере. Теперь мне нужно начальную точку выставлять. Размее Ахметовой не нужны ни линейки, ни ножницы. Так сейчас работает раскройщица. На компьютере выбирает нужный размер модель. Автоматизированное устройство позволяет сэкономить не только физические силы, но и время. За раз оборудование может разрезать 20 слоев ткани по одному лекалу. Раскройный цех на фабрике занимает больше 200 квадратных метров. Здесь установлены две специальные машины, которые вырезают детали. Раскройщикам остается только сложить их. Во-первых, в ручном там точность деталей не такая высокая. Здесь все-таки компьютер, автоматика, и детали получаются более точные. Раньше на фабрике было больше ручного труда. Например, раскройщицы сами распределяли выкройки и ткани. Теперь этим занимается плоттер. Компьютер с математической точностью раскладывает на материале детали таким образом, чтобы обрезков было как можно меньше. Раскройный цех был разделен на две части. Первый этаж, второй этаж. То есть достаточно проблемно было. Надо было бегать с первого на второй. А здесь и там где-то площадь, допустим, второго этажа, ну, одной части раскроенного цеха, она была где-то около 100 квадратов. А это швейный цех. Здесь у каждой сотрудницы своя задача. Одна шьет капюшоны, другая – подклад, третьи – ремни. Швейная фабрика производит ежегодно больше 70 тысяч единиц специальной одежды. Это зимние и летние комплекты. По необходимости каждый костюм оснащен специальной защитой от холода, производственных загрязнений, нефти. Над этим трудятся около 300 сотрудников. Это швейные, раскрощики, мастера, инженеры. Это рабочие места без ограничений по полу, без дискриминации по полу. Это высокая, заметная налогооблагаемая база, дающая возможность социальному и экономическому развитию и муниципалитету, и региону в целом. Еще раз хочу подчеркнуть важность этого производственного проекта. Сургутнефтегаз – один из крупнейших предприятий в Сургутском районе. Только в этом году экономическое соглашение с муниципалитетом превышает 100 миллионов рублей на строительство инженерных сетей и дорог. Эта фабрика тоже вклад в копилку бюджета, в частности, налог на доходы физических лиц. Без создания социальной сферы оно не может создать хорошие производственные показатели предприятия. И вот, создавая комфортные условия, создавая новые высокотехнологичные рабочие места, компания тем самым сделает себе задел на прекрасное развитие, развитие производственных показателей, развитие в целом региональных сфер деятельности. Благодаря вводу в эксплуатацию этого нового корпуса, уже в следующем году предприятие планирует повысить производительность труда почти на 25 тысяч единиц. А это значит, что практически каждый рабочий сургутнефтегаза сможет каждый год получать новый костюм. Леана Киямва и Игорь Батищев, телекомпания «Югра», Сургутский район. Сотрудницы швейной фабрики рассказали главе региона, что здесь удобный график и созданы все условия для работы. И подарили Наталье Комаровой плюшевого медведя, которого сшили сами.